Я надеюсь, нынешний кризис нам дает шанс излечиться. Потому что посмотрите, о чем мы все время разговариваем. G7 сказала, они сейчас закроют это, они подвесят вот это, они, 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 они нам вот там перекроют, наши спортсмены не смогут ездить и прочее, прочее. Это наследствие чего? Это следствие вторичности. Той вторичности тотальной, которая начинает от мозгов и заканчивает тряпками, пронизала всю нашу жизнь в последние несколько десятилетий. Это наследствие вторичности. Мы сами надели на себе эти кандалы, так сказать, да они нам сейчас закручивают, пытаются закручивать эти самые, мы говорим, ой, ой, нам больно, или наоборот, мы вас туда вот не пустим, вы там не будете. Мы говорим, а они же на нас не пустят теперь, они там не будут. Мы сами подчинились этим людям. Сейчас есть шанс от этого избавиться. Я считаю, что это исторический процесс. Он важен. Тут главное, так сказать, не обделаться на полпути. Если уж мы, так сказать, сами не смогли в собственной силой воли до этого дойти, да, то хорошо, так сказать, вот исторические обстоятельства нас к этому принуждают. И я думаю, что это неплохо. Вот говорят, вы знаете, Путин все это начал, чтобы в 24-м году переизбраться. Слушайте, чтобы в 24-м году переизбраться, Путину надо было выполнять все указания Запада. И он бы переизбрался в 24-м году, потом в 48-м, в 96-м и вообще в каком угодно. Вот и все. Вот что нужно для этого. Для этого надо было, так сказать, совсем согласиться. Но даже если это правда, мне, честно говоря, по барабану, потому что я лично считаю, что вот этот исторический процесс обретения себя обратно, выхода из вот этой ситуации вторичности и тотальной зависимости, он должен был состояться. Или гибель. Гибель вот в этом. Гибель не в том, что нам перекроют золотовалютные резервы. Гибель не в том, что нам, так сказать, больше наших спортсменов не будет отпускать. Гибель, настоящая гибель, настоящая гибель цивилизации состоит в ее отказе от самой себя. Состоит в том, что она признает свою полную вторичность. Состоит в том, что у нее нет собственных денег, потому что у нее другие деньги, чужие. Чужие деньги, которые чужой дядя может закрыть, так сказать, или открыть. Вот в этом гибель на самом деле состоит. А вовсе не в том, что, так сказать, кого-то куда-то не пустят. Ах, нас теперь вот туда-то, сюда-то не пустят. Я вам должен сказать, открыть вам секрет, что 85% наших людей вообще никуда не ездят. Ни за какую границу вообще не ездят. А если ездят только в Турцию и Египет, и все. А все остальное... Турция и Египет, остальные 15%. А все остальное, а все, 85% никуда. 15% это Ростуризм, который говорит, более-менее постоянно, это 15% выезжает за рубеж. Но и то, эти 15% выезжают в Турцию и Египет. А вот самое вот это громкое, так сказать, меньшинство, это люди, которые там условно говорят, так сказать, вот свою жизнь как-то связали, а они себя видят вот так вот, так сказать. А теперь для вас, не скрою, полюбил в себе иное, как бы, да? Это вот такая вот сгулькин хрен, так сказать, да, прословечка, буквально. Но одна из наших бед состоит в том, что мы их раздули до такого, до такой степени влияния, которого они недостойны. Что вот они там пытаются, пытаются влиять, да? Дальше, например, проблема, например, скажем, с идеями, концепциями, смыслами. Мы 30 лет продолжали говорить, что мы строим общество потребления. Ну, слушайте, даже Путин тот же говорит, наша главная цель – это благосостояние граждан. Да, благосостояние. Ну, теперь идите и объясните, как надо ограничить себя, потому что санкции пришли. Главная цель благосостояния – это в свинарнике хорошая цель. А человек не свинья. Человеку нужны смыслы, вера, идеалы, любовь и все остальное. А потом уже благосостояние. Потом благосостояние. Тогда он человек, а не социальное животное там и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, так сказать, сейчас придется что-то с этим думать, да? И если мы к чему-то и не были готовы, то только к этому. Армию модернизировали, хорошо, так сказать, это защитили, там-то подкрутили, здесь подкачали. Но вот если к чему-то не были готовы, именно вот к этому и в этой сфере, как я вижу, возникают основные проблемы.